Даник, а ты помнишь, как совсем недавно время переводили с летнего на зимнее, с зимнего на летнее? Еще бы не помнить. Я из-за этого так часто опаздывал в школу, а потом и в институт. Ну, я думаю, не только из-за этого. Ну да ладно, действительно, хорошо, что отменили у нас эту традицию переводить часы. А ведь сколько историй было, когда наоборот, несколько человек из одной семьи переводили общие часы, не зная, что до них это уже кто-то сделал. И в итоге время оказывалось переведено не на 60 минут, а гораздо больше. Да, славненькая традиция. Хотя летом дни стали короче с ее отменой. А хочешь узнать, с чего все началось? Говорят, что часы переводят уже более 100 лет. Если быть совсем точной, то 127. А я слышал, что страной первое, что перевела время, стала Англия. Ну, этого я не знала. А вот Юля выяснила все. Предлагаю посмотреть рубрику «Найдено в сети». Всем привет! С вами снова рубрика «Найдено в сети». Сегодня я поделюсь совершенно новыми ссылками. Хотите узнать самых знаменитых танцоров мира? Или может вас заинтересует десятка самых известных женщин рокерш 80-х? Сайт about.com об этом и многих других интересных вещах. На первом месте среди музыкальных женщин 80-х годов находится Тина Тернер. А что касается танцев, то тут строчку первенства держит балерина Анна Павлова. Также портал предлагает пошалить вместе с Симпсонами. В статье выложена ссылка, откуда можно скачать компьютерные приложения, позволяющие подшутить над своими друзьями. Также расскажут тут о том, что такое блок, научат игре в боулинг, поведают о трех версиях Windows 7, Ultimate, Professional и Home Premium. В Казахстане и Кыргызстане давно отменили традицию, которую придумал еще Бенджамин Франклин – переход на летнее время. Теперь часы этих двух стран не переводят ни вперед, ни назад. Но узнать все об этой удивительной традиции будет интересно многим. А сделать это можно на сайте webexhibit.org. Например, напишут о том, что американцы переводят часы на летнее время в 2 часа ночи. Считается, что в это время происходит наименьшее количество путаниц, например, ночью ездит меньшее количество поездов. Тут же пишут о том, что на летнее время переходят для более эффективного использования дневного света. По этой причине не переходят на другое время тропические страны и страны, приближенные к экватору, из-за того, что день и ночь одинаковой длины – 12 часов. Первой страной, которая перевела стрелки часов, была Британия, а в США эту традицию ввели 18 ноября 1883 года. Любите подшучивать над другими? А сами не боитесь стать объектом насмешек? Что ж, тогда вам повезло. А на сайте wifiles.org пишут о людях, которые опасаются быть осмеянными. Оказывается, действительно есть люди, которые боятся стать объектом для шуток на 1 апреля. На сайте подробно описывается данная фобия, но, к сожалению, не написано, как с ней бороться. А вот этого милого существа стоит бояться. Эта гигантская змея весит 200 фунтов, а ее длина – более 20 футов. Правда, таких экземпляров осталось всего 200-300 в дикой природе. Расскажет о создании кино, о возможности конструирования велосипедов с помощью нанотехнологий. А также о том, что некий студент обнаружил, что за ним наблюдают учителя, когда он находится дома, посредством веб-камеры. Кстати, статья называется «Кто наблюдает за тобой?». Повод задуматься, не правда ли? Если вы смотрели прошлый выпуск нашей программы, то уже знаете все о семи чудесах света. Но помимо самых известных, на каждом континенте есть свои чудеса. Узнать о них можно на сайте 7naturalwonders.org В Азии, например, это Мертвое море, еще называемое Соленым. Глубина его составляет 380 метров. А также шоколадные холмы, которые находятся в Филиппинах. А общая площадь их составляет 50 квадратных километров. Пишут тут и о рифах Красного моря, о горе Килиманджаро, которая находится в Африке, о странных песчаных холмиках Австралийского национального парка. А также есть среди чудес света и знаменитая по мифам Древней Греции, гора Олимп, гора богов, которая находится, конечно же, в этой самой стране. Гора считается одной из самых высоких во всей Европе, а высота ее составляет почти 3000 метров. А есть еще и вот такой интересный мост в море, который находится в Мальте. Его называют окном, ведь он и правда напоминает по форме окно. На этом все. Гуляя по всемирной паутине, не забудьте заглянуть на наш огонек. Сайт matrixdefis.tv. Там вы можете посмотреть мою рубрику. До встречи в эфире и в сети.